ПЕСНЯ 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 В храме звучит песнопение, которое носит название святима. Плоти уснув, яко мертв, Царю и Господи, Ты, Царь и Господь, на третий день воскрес, Адама воздвигнув из тления и упразднив смерть, Пасха не тления, мира спасения. Мы только что видели, как духовенство вошло в алтарь для того, чтобы продолжить совершение пасхального богослужения. Пасхальное утреннее продолжается, и сейчас прозвучат стихиры на хвалитях. Это еще один вид богослужебных прославляющих гимнов, стихиры, в которых изображается основное празднуемое событие. Это изображение, как вы могли уже, наверное, заметить, очень многообразное, очень изобильное. Они формировались на протяжении многих и многих веков. Многие святые отцы приложили свое творчество и талант для того, чтобы составить их. Они были изначально составлены на греческом языке, из византийского богослужения пришли к нам, и сейчас в переводе на славянский совершаются и звучат во всех храмах. Многие слова мы знаем наизусть, и вы заметите, как за богослужением многие песнопения исполняются все хором вместе, всеми молящимися. Хвалите Господа на силах Его, хвалите Его по множеству, величество Его. Хвалите Господя во гласе трубном, хвалите Его во псалтыре и гуслях. Прославляет Господа весь мир и все творение. А духовенство в алтаре, сейчас целую престол, подходит друг к другу и приветствует своего архипастеря, митрополита Даниила и друг друга с праздником Пасхи. Христос воскресе, воистину воскресе. Духовенство подходит друг к другу и также приветствует пасхальными песнопениями, пасхальными словами, приветствием друг друга. Так же делают и в храме. Это традиция, очень древняя традиция, которая несет свое начало многих веков и сейчас не прекращается. Духовенство подходит друг к другу и вы, и в саленном бизнесе, праздник и веков и сейчас не прекращается. Благодаря вам, в храме и всегда не прекращается. ПЕСНЯ 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 По древней традиции в этот момент богослужения читается слово огласительное во святой и святоносный день спасительного Христа Бога нашего воскресения. Автором которой является знаменитый учитель, отец церкви, просветитель, святитель Иоанн Златоуст. «Кто благочестив и боголюбив, насладись ныне всем прекрасным и радостным торжеством. Кто слуга благоразумный, войди, радуясь в радость Господа своего», обращается святитель Иоанн к каждому из нас. «Кто пострудился, постясь, приимей ныне динарий. Кто работал с первого часа, получи ныне заслуженную плату. Кто пришел после третьего часа, с благодарностью празднуй. Кто достиг только после шестого часа, нисколько не сомневайся, ибо ничего не теряешь. Кто замедлил и до девятого часа, приступи без всякого сомнения и боязни. Ибо щедр дому владыка принимает последнего, как первого, и ублажает пришедшего и в одиннадцатый час, так же, как и трудившегося с первого часа». Так святитель Иоанн Златоуст напоминает нам содержание притчи о работниках одиннадцатого часа, о том, что Господь всех принимает в славу Свою. Итак, все, все войдите в радость Господа Своего, и первые и последние примите награду. Богатые и бедные, друг с другом ликуйте, и воздержанные, и беспечные, равно почтите этот день. Постившиеся и не постившиеся, возвеселитесь ныне, трапеза обильно, насладитесь все. Телец упитанный, никто не уходи голодным, все насладитесь пиром веры. Все воспримите богатство благости. Смерть, где Твою жалую? Ад, где Твоя победа? Воскрес Христос, и Ты низвержен. Воскрес Христос, и пали демоны. Воскрес Христос, и радуются ангелы. Воскрес Христос, и торжествует жизнь. Воскрес Христос, и никто не мертв во гробе. Ибо Христос, восстав из гроба первенец из умерших, Ему слава и держава во веки веков. Аминь. Эти торжественные праздничные слова звучат уже многие века в православных храмах, в пасхальную ночь. А вы, наверное, уже обратили внимание, что духовенство поменяло цвет облачений на красный пасхальный цвет. Обратите внимание, что на престоле, на главной святыне Иринского собора, перед которой стоит сейчас митрополит Даниил, положено плат, плащаница. И сверху владыка сейчас полагает и Евангелие. Эта плащаница, как я уже вам говорил, будет храниться здесь, на престоле. Точнее, даже не храниться, а пребывать, напоминая всем молящимся о воскресении Христа в течение всех сорока дней празднования Пасхи. Эта плащаница словно переносит нас в Иерусалим, на то место, где Христос совершил свою искупительную жертву, а даже точнее к тому месту, где Христос воскрес. Кто когда-либо бывал на святой земле в Иерусалимском храме воскресения Христова, навсегда запомнит эти секунды, эти минуты прикосновения к гробу Христову, к плите, где было положено тело Христа. Именно на этой плите, в Великую Субботу, буквально вчера, благодатный огонь изошел, осеняя и озаряя все человечество благословением Божиим. И вот эта плащаница, она не находится в каждом храме. Плат, изображающий положение Христа во гробе. И да, эта плащаница не лежит на гробе Христа. Да, мы не в Иерусалиме, не в Кувуклии, но духовно мы стоим, находимся там. Духовно мы предстоим пред Богом и прославляем Его, воскресшего по всему миру. Плат, Господи! Ночная леча, шибата нашего, в мире покаяния и скончать у Господа проси. Плат, Господи! Плат, Господи! Весенский, дочины, шибата нашего, безболезные, непоскитные, мирные, добрые, ответа на стражки, в судящих издове проси. Плат, Господи! Плат, Господи! Плат, Господи! Плат, Господи! Яков, Бог, милостив, щедротый человеколюбий, си Тебе слава, слава им, Отцу и Сыну, и Святому Духу ныне признай, ни вовеки веков. Яков, Бог, милостив, щедротый человеколюбий, си Тебе слава им, Отцу и Сыну, и Святому Духу ныне признай, ни вовеки веков. Яков, Милостив, щедротый человеколюбий, си Тебе слава им, Отца и Сыну, и Святому Духу ныне признай, ни вовеки веков. Постепенно подходит к завершению пасхальное внутреннее. Пасхальное окончание богослужения всегда связано с прославлением Пасхи Христовой. Звучит тропарь. Христос воскресе из мертвых. Смерть и смерть по праву сущему гребевшего даровав. Звучит тропарь. Христос воскресе из мертвых. Христос воскресе из мертвых. Христос воскресе из мертвых. Смерть и смерть по праву сущему гребевшего даровав. И нам на граждану вечный. Благодаря и церковь и небеса воскресею. Завершилось пасхальное утреннее и начинается пение пасхального часа. Часы — это краткие богослужения суточного круга. В канонах, в богослужебном уставе Русской Православной Церкви существует несколько таких кратких богослужений часов. Первый, третий, шестой и девятый часы. Они связаны с определенными событиями евангельской истории. Связаны они с Господом Иисусом Христом, с распятием Господа Иисуса Христа, смертью на кресте, с хождением Духа Святаго в третий час на апостолов. Эти краткие службы суточного круга вписываются органично в весь суточный круг богослужения. Ну, начинается круг богослужения с вечерней. Вечерняя, после нее совершается келейно-повечеря. То есть не в храмах, а обычно по монашескому уставу в кельях, дома. Верующие читают повечеря. Раньше повечеря читали все. И священнослужители, и миряне читалось место вечерних молитв с особыми канонами. Затем идет утренняя, часы, первый, третий, шестой, девятый. И затем уже обычно совершается литургия. Но литургия, она не вписывается в суточный круг. Она как бы стоит выше всякого суточного богослужения. Она надвременна, она вне времени. Завершается богослужебный суточный круг девятым часом. Следующее богослужение, следующий день начинается с вечерней. Поэтому, наверное, вы обращали внимание, что праздники, главные праздники церкви начинаются с вечера. Как раз в эти вечерние торжественные богослужения совершаются и читаются песнопения праздничные. Но особо главные праздники совершаются не просто вечером, а в ночь. Ночные богослужения звучат и совершаются. Как вот и пасхальные богослужения, как богослужения в праздник Рождества Христова, иногда в праздник Крещения Господня совершаются. Также ночные богослужения. Ну, а пасхальные часы, которые сейчас совершаются, также прославляют Господа Иисуса Христа. Звучат пасхальные гимны. Пока совершаются пасхальные часы, В алтаре совершается проскомидия, то есть первая часть богослужения, которая переводится как приношение. В это время на жертвенники готовится специально хлеб из просфоры, из большой просфоры, вырезается агнец. Из особых просфор вынимаются частицы в память преблагословенной Девы Богородицы, в память девяти чинов святого Иоанна Претечи, пророков, апостолов, святителей, мучеников, преподобных, бессребренников. Вспоминаются основатели и просветители православной церкви, князь Владимир, равнопостальная княгиня Ольга. Вспоминаются святые, которые положены в память в сегодняшний день, а также вспоминается и автор литургии Иоанн Златоуст. Вот по девяти чинам и вынимаются частицы из особой просфоры, которая так и получила название в церкви «девятичинная просфора». Еще вынимаются частицы из просфор в честь живых и усопших. Те записки, те молитвенные прошения, которые подают православные христиане в храме, сейчас используются, они прочитываются в алтаре в течение совершения проскомедии, на часах. А священник вынимает частицы за тех людей, частицы хлеба, частицы просфор, вот этого хлеба, приготовленного для литургии, чтобы потом эти частицы погрузить в чашу Христову. Во время вынимания частиц священник молится о том, чтобы Господь помянул, благословил, посетил милостью свою всех тех, кто просит о молитве. Пока совершается богослужение проскомедии, первая часть литургии продолжается пение асхальных часов. Богослови, благословенно ты же на месте синепорочной латынице. ПЕСНЯ Звучит музыка. 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 Звучит музыка.